Песох Песох И действительно Песох есть как знамя вот этой заповеди Раз за разом мы можем видеть, что Бог прибавляет к своему определению Я Господь, Бог Твой имя Тот самый, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства Для него это важно Для него это очень важно И это было первое интимное, близкое объяснение в любви Бога своему народу в пустыне Вот почему я назвал Песох праздником первой любви Вы знаете, это очень интересно Песох, как и все другие праздники еврейские, они связаны с пустыней И мы все знаем, что пустыня это не самое лучшее место для обитания, для пикников, для праздничного провождения времени И тем не менее, это не случайность, почему Бог это делает И, скажем, на русском языке пустыня, само слово, от слова пусто, правильно? То есть там, где ничего нет Там, где нет жизни, там, где мертвое все Но на иврите совсем другая логика, которая многие вещи объясняет На иврите пустыня, вот я пытался русскими буквами написать, как если бы я писал на иврите Пустыня Мидбар Хочу пояснить маленькую вещь В иврите нет гласных букв Я их там написал только для того, чтобы можно было их прочитать На самом деле там пишется только согласный То есть все большие буквы вот так пишутся на иврите Слово Мидбар Пустыня И оказывается, что это абсолютно то же слово Что и Медабер Которое переводится говорит То есть если прищуриться и не видеть гласные буквы Это абсолютно то же самое слово И на иврите, когда оно написано, если нет контекста, вы не можете знать, о чем идет речь О чем это нам говорит? Бог не случайно призвал свой народ в пустыню Потому что для него это место, где он будет говорить к своему народу Бог видел это местом уединения Он ожидал этой встречи со своими детьми, со своей возлюбленной Чтобы говорить Медабер И поэтому слово Мидбар, пустыня Это место, где обостряется слух Где Бог хочет говорить Где Бог хочет объясняться в любви Своей невесте Пророк Осия Вот как описывает Посему Вот я увлеку ее Бог говорит о возлюбленной, об Израиле Я увлеку ее Приведу ее в пустыню Мидбар И буду говорить К сердцу ее Медабер И дам ей оттуда, из пустыни Виноградники ее И долину Ахор В преддверии надежды Он обещает Израилю Особенную надежду, которую они потеряли Он обещает виноградники Он обещает освежение Вина, радость вина Радость виноградной крови Виноградного сока И она будет петь там Как в дни юности своей И как в день выхода своего Из земли египетской Бог желает говорить Медабер В пустыне Мидбар Своей возлюбленной И он сделал свое ухо так Чтобы слышать Как его Любимая невеста Будет петь ему Как во дни юности Как во время Первой Любви Есть еще одно Очень Сильное слово Того же корня, что и Медбар И Медабер Пустыня И говорить Это слово звучит Давар Тот же корень В иврите Это очень важно Так вот это Давар Это В переводе на русский язык Слово Медбар Пустыня Медабер Говорить Давар Слово И вы знаете Бог влечет Свой народ В пустыню Для того Чтобы говорить И это Давар Кроме того Что оно слово Еще переводится Как Сущность Как Вещь Помните В начале Было слово Перещит А я Давар Слово И вы знаете Это выглядит так Что в пустыне Когда мы оказываемся В пустыне То То Что есть Внутри Наш Наша Сущность Оно Как бы Овеществляется И Хорошее И Плохое То есть Оно Становится Видимым Когда мы Проходим Тяжелые Какие-то Обстоятельства Когда мы Попадаем В ситуации Которая нам Совсем Не нравится Которую Мы не Планировали То Наша Наша Сущность Давар Она Становится Вещью Она Становится Зримым Она Становится Ощутимым И Бог Посылает Своё Слово Он Говорит Медабер Чтобы Его Сущность Вселилась В нас И Чтобы Его Характер Стал Реальным Зримым Вещественным В нашей Жизни Итак Бог Влечёт Свой народ В пустыню Чтобы Испытать Его И Говорить Оттого Иаков Говорит Апостол С великой Радостью Принимайте Братья Мои Когда Впадаете В Различные Искушения Зная Что Испытание Вашей Веры Производит Терпение Мы Действительно Реально Можем Праздновать В пустыне Иаков Говорит Об этом Радуйтесь Почему Потому что Он Будет Говорить К вам Пустыня Это С одной Стороны Наша Немощь Это Зависимость От Глотка Воды Но С другой Стороны Это Очень Хорошее Подходящее Место Просить О воде Просить О дожде Бога Пустыня Мы Действительно Можем Радоваться Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова